МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Река у нас обычно мы выбираем для каждой толоки большой кусок территории, которая разбивается в свою очередь на какое-то количество, вот в данном случае у нас семь подучастков. На каждом подучастке организовывается место для сбора мусора. Это либо лодка, которая предоставляется коммунальными службами города, лодка для вывоза твердых бытовых отходов, либо это биг-беги, это емкостью от одного кубометра, большие мешки белые. И в них туда собирается мусор у тех, кто собирает его или на каяках, или пешком, или на велосипедах. Потом этот мусор из точек вывозится коммунальными службами города, мы им даем карту, мы им сообщаем объем, размеры, и они забирают на следующий день, или как у них там по плану получается, они вывозят. У нас, получается, делится команда на несколько групп, то есть в данном случае водники со стороны воды подходят на байдарках, на каное, лодки замечательные, надувные, которые, по сути дела, и мусор возят как транспортные, и при необходимости медиков, фотокорреспондентов и так далее. А пешие ходят, собирают то, что не могут собрать и те, и другие, поскольку у них есть специальный инструмент, который можно и бутылки собирать, и так далее, и так далее. Это гораздо проще получается. На сегодня это локи, полный участок, это от Журавлевской дамбы и до Стрелки, это длина 7 километров, разбили на 7 участков, и шестой участок, это как раз кусочек до Горбатого моста, от середины Новонабережная улица, то есть середина вот ее, и до Горбатого моста. Вот этот кусочек, это шестой кусок. Мусора здесь как такового бытового практически нет, за исключением вот этих вот вещей, которые оставлены после наркоманов. Очень много открытых шприцов, очень много всяких ампулов. Есть такой же мусор, который принесли в виде ограждения пластиковых. Самое страшное то, что здесь это продолжается уже который год и который месяц. Будет зима, будет паводок, все это сметет, опять в реку попадет, и где-то там какой-то невинный человек, просто ничем не знающий, где-то что-то уколется там, заразиться, не заразиться, это вопрос остается открытым. Но это страшно. То есть почему на это не реагируют местные власти, я не понимаю. Нужно менять это всем нам в комплексе, нужно объединяться и изменять. Иначе будет беда. И беда, она движется со скоростью лавины и может произойти все, что угодно. Очень много всякого мусора, который наши люди просто выбрасывают. Даже на берегу забыли, оставили, оно все равно все ветром сносится в воду, а в воде оно где-то застроет и превращается в очень такую плохую вещь. Четыре раза нашли колесо, бутылки. И хотели бы привлечь массу людей к тому, чтобы мы могли как можно больше очистить реки, чтобы было больше чистых, замечательных мест, где можно отдыхать с семью, с детьми и так далее. Потому что на самом деле это глобальная проблема, и эту проблему нужно на самом деле решать очень серьезно, поскольку мусора большое количество складывается. Субтитры создавал DimaTorzok